Здравствуйте! Новое утро. Солнечное, приятное, щебет птица. И новые цветы, что распустили за ночь, которые меня настолько радуют. Собаки вернулись в прогулки, и скоро около моего дома начнут собираться соседи. Сегодня автолавка. К тому же ребята отправляются одним днём в Москву. Мне явно предстоит навестить мороженое погулять с кубиком, и заодно отправить с ними посылочку. По ссылке приятно получать. Но и отправлять тоже интересно. Надеюсь, что получатель будет доволен. И вот какой странный цветок у меня распустился. Помнится, мы в прошлом году с Розькой около дороги, ведущей к трассе, обнаружили нечто подобное, и кажется, оно прижилось и выросло. Вот как бы ещё знать, что это такое. Красивый цветок. Высокий, грациозный, напоминающий ромашку. Любопытно. Кто бы это мог быть? Так, по картошке не ходить. Если она не прополта, то это не значит, что её можно топтать и чуть-чуть закапывать. Весь это тебя касается в первую очередь. Я только что покопала за кромах и, наконец-то, обнаружила достойную древесину, уже успевшую как надо просохнуть, с тем, чтобы приступить к новому проекту. Попросили меня сделать глубокое, объёмное блюдо для того, чтобы вязать из шерсти. Как раз под клубочки, под пряжу. И вот какая заготовочка. Реликтовая ольха. И будет она в форме также непонятного цветочка, скорее всего. Хотя работать с такой древесиной будет достаточно сложновато. Ох, ещё в феврале заказ поступил. А я всё ждала, когда этот громадный ольхуй. Вариант деревяшки окончательно просохнет и будет пригоден к обработке. Полит плечо. Думаю, что махает топором у себя в мастерской. Я хоть немножко его разработаю. Хуже не будет. Что нас не убивает, тут делает только сильнее. А потому будем восстанавливаться за счёт работы. Как всегда, с любимой деревяшечкой. Ну, в мастерской я задаюсь, когда будет совсем жарко. А сейчас ещё постоит царит приятная прохлада. Однако, лезть в горятки или чем-либо ещё заниматься не стоит. Не хочу до вталактую руки пачкать. А потому вернусь к чайнику, с которым повозилась накануне. Я тут его отбирала снаружи. Добавила лимонной кислоты и внутрь прокипятила, дала ночку постоять. Ну, естественно, весь этот адский состав был. Выли туда, где травы быть не должно. С тем, чтобы не отравлять нормальные растения. И какой-то процент извести попал на кирпич уже после повторного ополаскивания. Ну, да, побелело. Хм, однако на полуставание остались. Поэтому старый казацкий способ. Плоская стамеска, молоток и отдолбить ещё этот сталагмит. Ну, надеюсь, чайник не прохудится насквозь, и мне ещё удастся им воспользоваться. Сейчас постучу, пока время есть. Вот всё-таки эффективная процедура-то оказалась. Ого! Как пошло! Уже грамм 80, наверное. Извести отколотилось. Прям чувствуешь себя этим скульптором Микеланджело. Взять старый чайник и отсечь всё ненужное. Ладно. Можно ещё немножко поразвлекаться, но скоро уже автолавка. И пора будет присоединиться к своим односельчанам. Собаки развалили стенёчки. Греется на солнышке короткошёрстная аська. Кубик увезут телегу костей. А Ника лезет. За чипсиками. Смабслуживание. А кому-нибудь картошку наставать пока я нужно. На комитете или нет? А? Самообслуживание. Нет. Мне щипсы не нужны. Меня попкорном завалили. Ника с Артёмом сегодня не задержались. Отправляться в Москву. С кубиком нам, Бонечка, гулять около четырёх. Да. А мы пойдём пораньше. А потом лучше ещё разочек погуляем. Привет от морожки от тебя передам. Как же, чтобы всё-таки с ними в своё расписание не совпадаете. Так бы вместе сходили. Хотя, ладно. Теперь распаковаться и отправляться на грядки. Пока ещё не совсем жарко. Сегодня пляж я решила устроить на картофельном поле. Единственное, что смущает огромное количество посолныхов, которые выросли из тех семян, которые не доклевали птицы зимой. Всё, что оставалось около кормушек, я вывезла сюда, чтобы мульчировать почву. И вот теперь на кося пропали. Ну ладно, попытаемся. Подсолнечко, конечно, хочется оставить. Однако, хоть немножко привести всё это в порядок. А то скоро картошка подымется и будет не влезть. Сеанс Кассолярия Патейтова продолжался до 12-го часа. А затем мы с Боней, которым мне Рьяна помогала, решили переместиться в наш милый уголок, где так уютно посидеть в жаркий день. Да и в прохладный тоже. Да, для своего домашнего кинотеатра я выбрала местечко то, что надо. Ну и сходила, притащила полотенечко из тех, что мне недавно подарили. Боня, это уместно. Живи в кайф. Вот тут мы кайфуем. Всё под рукой. Даже зеркало, чтобы можно было на свою физиономию после душа посмотреть. А душ мы сегодня наверняка примем. Ну, не знаю, как ты, я-то точно. Ладно. Небольшая переходная пауза отдыха с озерцанием цветов. А затем ты мне будешь немножко мешать, если попрёшься за мной в мастерскую. Я намерена взяться за топор, потому что тяпка мне уже слегка прискучивает. Посмотрим, что можно сделать с заготовкой под блюдо. Некоторое время к нам присоединилась искупавшаяся веса. Боня пошёл завидовать. Ну а я, прислонившись к скринке германтийного кресла, которое, чтобы не пролипать потной спиной, поскольку работаю обычно в солярии, ну, отдыхаю в солярии, в купальнике, наслаждаюсь тенью прохладой и солнышком, которое всё выше поднимается над горизонтом. Да уже, в принципе, не тот, не над горизонтом. А ну, в зените! И как же здесь отлично отдыхать! Я отправилась в мастерскую, и Бонифаций вырез из тени и последовал за мной. Бонечка-то настораживает. Пойди мне, ничего, погуляй, потому что я сейчас топориком буду работать. О, я распустился, ещё один эрис. У меня такого красивого ещё никогда не было. Ох, по-моему, это мне Глазунова из Смоленска подарили осенью. Они и Ники тогда кучу цветов привезли. Да, мой небольшой садик становится всё краше и краше. Боня, тебе спать не пора? Давай я тебя провожу в баники. А то я тут сейчас топориком тюкать начну. Мало ли, что может произойти. Ох, как же тут приятно и тенисто. И вот сейчас мне с этим огромным куском альфея предстоит долго и упорно упражняться. Ладно, Бонечка? Ну, неинтересно, это неинтересно. Пойдём домой. Провожу, провожу. Там вкусненькое в тарелочке. Нет, с этим возиться ещё только предстоит. Каждая деревяшка рано или поздно во что-нибудь возможно превратится. Краткая пауза отдыха для того, чтобы дать руки отдохнуть. Да, что-то сдолбался я топориком. А, дрозд прилетел. Ну-ка-ну-ка, ворюга. Устроился на веточках. И явно лакомится жимолостью, которая уже поспела. А, ещё один. Ох, налётчики. Угу, наклевался. Рассказал, что вкусненькое. И, видимо, сейчас пикирует ещё разочек. Да, мало жимолости в этом году. И не скажу, чтобы она очень крупная была. Поэтому пускай наслаждаются. Мне на сегодня точно хватит. Ай, прогуливаются ребятишки по деревенской улице, невзирая на жару. Ну, что приятно. Никакого покоса. Первая волна уже прошла. И будет скоро вторая. Но в такую жару наверняка даже по необходимости никто бы не вышел с бензокосой для того, чтобы привести свой участок в порядок. А ведь скоро это всё-таки предстоит. Однако надо возвращаться к топору. Мне уже и с пилой довелось поработать. Попробуем продолжить. Завершить. И переместиться в избушку. Да, в мастерской он необычно чисто не бывает. Но сегодня кульминация большого бардака. Ну, что поделаешь. Надо было избавиться от максимального количества. При помощи топора и пилы. С тем, чтобы потом было проще работать с тамеской. Это будет цветок с четырьмя лепестками. Здоровенный. И тут задача не только придать форму, но и сохранить максимум объёма внутри. Потому как для клубочков предназначено. Форма, конечно, будет асимметричная. Достаточно причудливая. Ох, сколько же мне предстоит мучиться сердцевиной этой старой ольхи. Как правило, она бывает крайне твёрдой. Да, надеюсь, что там нет никаких проточных червячков и жучков. А впрочем, меня просили сделать отверстие для ниток. Может быть, это всё придётся даже кстати. Ладно, там видно будет. А сейчас уже пора заниматься окончательной шлифовкой вазочки из сувеля. И может быть, мне сегодня даже удастся её наконец-то льняным маслом покрыть. Ну, а это я делаю для того, чтобы остаток вечера занять. Полагаю, не скучно будет. Впрочем, до вечера ещё далеко, а мне тут и так не скучно. Выдала собакам кости. Карька надоглодала лопатку. Умыкнула весь пину. А та лежит, смотрит и даже не претендует. Ой, как же у нас развито почитание старших подруг. Нет, Карий, нет. Один раз подобное я уже наблюдала. Весь. Ну, хотя бы глодушек. Там ещё мяско осталось. Да? Как же ты почти к тёте каре относишься, а? Давай, давай, уходи. Что это за птица такая разверещалась? Маленькая, серенькая. Целый день сегодня то на рябине, то на яблоне поёт. Да, где-то высоко надо мной. И видно, решила светить гнездо вон там на можжевельнике. Хотела я его обрезать от старых веток, что внизу расположены. Ну, и теперь туда не сунешься, раз там жильё что-то появилось. Симпатичный маленький пескун. И вот что меня поразило. Жёлтенький цветок, который, я не знаю, как называется, что увидела утром, закрылся. За полдень всё расцветает и распускается, а этот взял и скромненько сомкнул свои лепестки. Ох, интересно, что это за растение. Нику просила рассказать, а она, по-моему, даже не в курсе. То ли дело лютики ни днём, ни ночью не закрываются. И как же долго они цветут. Ну, а я устроилась в мастерскую, поскольку в комнате ещё темновато для основательной шлифовки. С целью додолбить свой чайник. Кое-что у меня получилось. Ну, конечно, не особенно хорошо. Сейчас надо будет его вытряхнуть. Вот, ари, жадина, говядина. Ещё разочек прокипятить. Ну, во всяком случае, полагаю, что теперь из него быстрее будет наливаться вода. И всё на печке станет гораздо лучше согреваться. Ну, вот инструменты для чайканки по чайнику. Вон сколько мне всего удалось отбить. Ух! Ладно. Я эту щебёнку сейчас высыплю туда, где у меня тачка стоит около дровняка. А тебя, чайничка, сполосну и вновь на плитку поставлю. Как раз в том времени солнце начнёт светить в мои западные окна. И можно будет заняться шлифовочкой. А на шлифовку шло уже около двух часов. Ну, вот я её завершила. И так же шкурку успела убрать. Сейчас хочу поставить на плитку, может, на плитку, а не на печку, потому что жара и не хочется топить избу. Ну, кто ж такой погодой топит? Ледяное масло. Подогреть. И как только закончу, отправиться на прогулку с кубиком. По жаре я его не стала вытаскивать. Он не тявкал, не беспокоился. И надеюсь, что прогуляться через некоторое время будет куда более приятно. Сейчас собаку таскать по солнцепёку совершенно ни к чему. Ну, естественно, и карты, и вещи к нам примкнут. А я пока потрачу время с толком. Надо приступать. Ну, как обычно, приступила, завершила. И вот оно появилось на свет. Новое небольшое блюдо-ваза. С оригинальным узором. На отведённых в стороны кусочках древесины. Ещё одни впитавшимся окончательно масло. Пористую поверхность. И вот такое вот. Ну, не знаю, есть всевозможные психологические тесты и рисунков. Кто-то видит вазу, кто-то два профиля. Чёрное и белое. А тут цвета совершенно разнообразные. Крапления, прилинственные каверны дикого дерева. И кто-то, возможно, увидит цветок. Ну, а кто-то маленькое симпатичное привидение. Сразу вспоминается Карлсон Астерлингерн. Малютка привидения из Вазастана. Ну, что ж. Кому что нравится. Во всяком случае, у меня получилось именно такое. Да, тут, когда я всё это дело вырезала, образовалось два отверстия. Я добавила ещё одно. И вышла вот такая вот мордашка. И даже носик получился. Ладно, пускай просыхает. А завтра можно будет, как всегда, в руках покрутить, повертеть, посмотреть. Ну, а затем ещё неоднократно льняным маслом покрывать. Хм, штуковник вышло забавное. Эх, редко-редко сувель попадается. Где бы раздобыть? Как бы я порадовалась. Ну, а впереди маячат огромное блюдо под клубочки. Посмотрим, что выйдет. А пока немножко посидеть на улице. И затем уже отправляться в совинный долг. Вышла на улицу и увидела Бонифаций, который чем-то чертовски занят. Попытно понаблюдать. Что делаешь? Так. Кто это? Буня, это крот. Ты в курсе? Кость тут. Причём кроты к кости не идёт. И что ты от него хочешь? Ай. Какая симпатяга. Так, это хорошо, что ященька спит. Хе-хе. Коротяка пытается куда-то закопаться. Ну, ты его трогать не собираешься, я надеюсь? Я же, наверное, тут где-то норка. Не мешай ему. Пускай уходит. Тихонечко закапывается. Буня, а как ты вообще его нашёл? Хе-хе. Суетится. И явно пытается найти вход в своё жилище. Не мешай, Боня. Не приставай к нему. Ну, Боня. Не надо. Так, где у него там ход в Наруто? Как ты его достал? Может, он вообще не отсюда? Что-то я никакой норки не вижу. Так, Боня, знаешь что? Давай-ка я от греха подальше утащу его куда-нибудь. Нарьяна пытается закопаться в траву, разрыть землю. А Боня наблюдает. Ну, трогай ты его. Не мешай. Боня. Боня. Нет уж. Давай-то вебенегу тащу. Выпущу на соседский пустырь. Или он нашёл вход. Странный хвостик такой. Не то, что у тебя. Крючок. Нет, земля твёрдая. Здесь я не поливала. Ты не скоро тут сможешь прожить норку. Пойдём, пойдём. Отпущу тебя в другое место. Чтобы Бонщик тут сейчас начнёт заигрывать. Давай-ка за забор. На то место, где когда-то был участок. А теперь пустырь расположен. Я около него сегодня полдня провозила с картошкой. Вот, кстати, земля рыхлая. Но нет, тебе тут делать нечего. А на моём поле уже тенёчек. Закончу возиться. И буду продолжать. Не надо сюда ходить. На ту сторону иди. Ну, смотри сам. Тут тебя никто не достанет. Всё. Здоровья и удачи. Копайся дальше. Можешь даже не порыхлить картошку. Ну, всё. Душа отлегла. Ладно. Понечка, а мне скоро с Кубиком гулять. И я намеренно буду отправить тебя домой. Чтобы ты за нами не увязался. Так что давай у тебя ещё несколько минут. А потом на кроватку. К приглашениям прогуляться в каре вроде бы относится без особого энтузиазма. В отличие от вещки, которая готова всегда. Ну что, идём к Кубик. Ну, ты можешь дома остаться? Корёнок, смотри. Жирковато ещё. Ох, зато какое синее небо. И красивые лепины. И мы постараемся пройтись сегодня где-нибудь в тенёчке. Так, чтобы было не особо жарко. Ну, правда, какую-то часть пути придётся пересекать по солнцу. Ничего. Кубича наверняка отнесётся к прогулке. С приятными ощущениями. Ну, уж не знаю, кто как. Чёрным собакам в такую погоду достаточно жарко. Всё-таки самое классное место, ребята, для конуры выбрали. Ну вот, хитрые мордахы. Ну и как тебе тут в теньке в прохладе? А-а-а! Да? Просто здорово. Ну ты как, прогуляться намерен? Пойдём. Пройдёмся. Скоро хозяева приедут. Не хотела тебя вытаскивать. У тебя раньше было слишком жарко. Ой-ой-ой-ой-ой. Чип-чип. Ну, сейчас, сейчас пойдём. Ладно. Так, где-то вот тут у Ники сумочка с вкусняшками. Хоть мне ноги-то облизывать. Я ей так душу буду принимать. Пойдём разомнёшься немножко. Ну, сейчас, сейчас. Вон, сумку я нашла. Вкусняшки есть. Давай всё-таки я попробую тебя на этом 10-метровом прогулять. Ну, имела дело с воднолыжными фалами. Может, не запутаюсь. Хотя, честно говоря, вот такой вот вариант ошейника удавки я ни разу на собаках не применяла. Ну, давай попытаемся. Пойдём гулять? Пойдём. Молодец. Сейчас. Веська тебя там ждёт. Уши в тенёчке торчат. Где-то карька спряталась. Тоже наверняка в тени. А мы прогуляемся. Угу. Угу. Да приеда опушки леса. Затем свернули на дорогу, чтобы пройти с теньки. И вот я обнаружила точно такие же цветочки. Как те, что сегодня меня удивил. За крышу с полуден. Хм. Ка бы знать. Вот сюда я точно совком приду. Выкопаю, пересажу к себе. Мне эти псевдоромашки понравились. Так, ну что, нагулялся? Иди ко мне. Сидеть. В тубе сидеть. Я кому говорю, а? Сидеть. Да. Молодец. Ну что, жарко. Ладно. Сейчас немножко по тенёчку прогуляемся. И домой пойдём. Молодец. Гуляй. В принципе, 10-метровый поводок это не так уж сложно. Если вовремя выбирать. Ну всё. Вернулись домой. Хорошо прогулялись. Достаточно долго. И с пользой. Эх. Звонила Ники. Спрашивала, когда кормить или кости выдавать. Нет. Говорит, сами покормим. Ну зато. Хм. Червячка заморить удалось за счёт выполнения команды. И ко мне, и рядом, и сидеть, и лежать. Всё у нас просто замечательно. Кубича. Кубича. Молодец. Хорошая твоя хитрая. А девчонки мои совсем упарились. И остались в тенёчке на повороте. Решили меня не сопровождать. Сидеть. Сидеть. Собака. Да нет. Ты не в сумку суйся, а команду выполняй. Привалил меня своей тушкой. Так, Кубич, сидеть. Сидеть. Не целоваться. Так. Вот я тебя только что расхваливал. А ты, коварный пёс, сидеть. Вот так вот. Вот теперь можно. На. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Так, ну ладно, с тобой хорошо. Ну, надо пойти морожку проведать. Да? Ну, а ты нагулялся, наскакался. Даже свечка поиграл на длинном поводке. Кстати, нормально с ним работать? Не такая уж плохая штука. Мне казалось, что он чересчур объёмен. Но нет. Он достаточно тоненький. В руке связка держится хорошо. Так что мне даже понравилось. Да? Ты доволен? Ну, главное так. Ладно. Давай отдыхай в халатке. Такой же тут приятный ветерок. И тенёчек у тебя. И закуточек замечательный. А я морожку навещу. Благо, ключи с собой прихватила. Морожка. Как всегда встречает на порожке. Ну, что? Нет, нет, нет. Сейчас гулять не пойдём. Ну, ты же знаешь, когда хозяев нет, я тебя не допускаю. Ну, как-то уколовы. Ребята уехали где-то около первой половины дня. Надеюсь, что морожка даже не успела соскучиться. Ничего у себя тут вкусняшки-то валяются. Такой шматок тебе оставили. Ведь ты его даже не съела, а побегать. Нет, не малейшего желания. Жарковато. Жарковато кошки в такой шутке. Ну, не морожен. Ладно, показывай, чем ты тут занималась. Ох, корм есть, вода есть. Ну, а как же иначе. Хозяева уехали ненадолго. Стулья на месте. Ничего не валяется. Какая же лягушка замечательная. Чайничек. Ох, с каждым разом, ух ты, становится все больше и больше интересных предметов в своемом доле. А, знаменитая Баба-яга. Как же она мне нравится. Как великолепно сделано. Люпины за окном. В домашнем холодильнике. Огурцы и помидоры на ветерке. Ну, по-моему, там сейчас куда жарче, чем в прохладной комнате. Относительно прохладной. Нет, морожен. Сейчас бы я тебе гулять точно не советую. Лучше похомячить, поваляться на шкурке. Полюбоваться на солнышко в окошке. Потому что солнышко до сих пор продолжает припекать. Мы с Кубиком это только что ощутили. Прекрасно за окнами. Нет, все-таки удачные ребята поставили свой дом. И великолепно наши строители его построили. Как же здесь все-таки красиво, приятно и уютно. Ну что, поиграем? Или ты не расположен? Поиграем. Сейчас. Поиграла с морожкой. Но отсюда так просто не уйдешь. Кубику не терпится пообщаться. Я с удовольствием этим занюсь. Лежать. Давай уж пузо почешу. Послушная собака. Заслужил. Ой, челюсть мои драгоценные. Эх, вот так вот посидеть. На березке посмотреть. Полюбоваться. Скоро приедут твои хозяева. И домой отправляться. Ты-то сейчас будешь отдыхать. У меня еще пол поляны картошки. И мне надо продолжать пропалывать. Потому что утром забросило. Стало жарковато. Но на завтра откладывать неохота. Ладно. Чудо-юдо. Сейчас с тобой немножко повозимся. И домой пойду. Дальше сопать. Эх, все-таки здорово в деревне жить. Это не то, что город. Мне бы там было совершенно неинтересно. Но кому что нравится. А главное, чтобы нравилось жить. А потому здоровья, всем удачи. И всего наилучшего. До следующего дня. До свидания.